Из книги «Открытым оком» том 15. Тема «Лапкин книги». Вопрос 2.919. 15 том. «Почему вы свои стихи не печатаете в местных журналах?» – отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. «Потому что то, что я пишу, с великой натяжкой можно назвать стихами. Это проповеди в стихотворной форме. Этим летом в июне меня попросили в местный журнал «Парнаул» принести стихов 20. Я отдал им на рассмотрение до осени 41 стихотворение. И что же? Пошла стихи забирать сестра Татьяна Капустина к секретарю Тихонову Валерию Евгеньевичу в 63.29.74.11, который и продержал их более полгода. «Очень уж похоже, что он и не читал их. В стихах моих что ни слова, то им непонятно, зачем, о чем. Крестики носят, а веры евангельской нет, не молятся. Библию не читают каждый день. Однажды напечатали про воскресенье Христа, и то спорили в одном издании, что не было Девоскресенья, но сестра показала ему 13 том, открытым оком, и это его, похоже, тронуло. Он даже попросил не забирать стихи. И это еще подтвердило мое подозрение, что не читал он их. Да и зачем? Я их уже все пропечатал. Они разошлись по всем континентам». Еремея 42.21. «Я объявил вам ныне, что вы не послушали глаза Господа Бога нашего, и всего того, о чем Он послал меня к вам. И всего того, с чем Он послал меня к вам». «Изекииль 2.5. Будут ли они слушать? Или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них.» Глава 26. «И я один из тех, чья жизнь сурова, чьи слезы льются, как весной поток, и кто стинание превращает слово в песнь с однозвучным окончанием строк. И стих певучий от таких созвучий. Щемит сердца, когда звучит стиши. Единозвучие раскрывает лучше невидимую миру боль души. Я жил на свете горестно и сира. И, как гласят писания слова, душа, что не вполне мертва для мира, для Бога не вполне еще жива. Не знаю, эта песня хороша ли, но строки ныне с самого начала я рифмовал, чтобы моя печаль еще сильней и горестней звучала. Сокровищ царских, жалкий расхититель, я наказанию предан с давних лет, и призовет меня казнохранитель, чтоб казнократ я дал ему ответ. Томлюсь в темнице без воды и пищи, томлюсь, мои печали велики, мой долг пятьсот талантов, но я нищий, давно растратил и золотники. И чтобы сердцу в песне изливаться, я здесь избрал особый лад строки, чтоб каждый стих вершился буквам И, что означает также цифру двадцать. Бушует нищета, как пламень горна, в закладе сердца и душа моя за всю вину моих деяний черных, сурово спросит грозный судья. И подступает страх, меня пронзая своим мечом безжалостным, когда задумываюсь я и понимаю неотвратимость страшного суда. Я суетный, подверженный сомнением, уже сегодня слышу Божий глаз и мучаюсь, будто в огненной гиене мой дух и плоть горят уже сейчас. Все, чем владел, растратил я и прожил, и что копил я столько лет подряд презренно и в сокровищницу Божью, что я стяжал того непоминестят. Плот нечиста моя и взгляд мутится, но взор молящий, устремивший ввысь, прошу тебя, небесная царица, ты за меня пред Господом вступись. Моим грехам да будет отпущение, пусть мне вина простится, умоли, и пусть вовек дымятся воскурения, к тебе от нас летящие земли. Что, кроме щедрых слез и жалких строк, дар милостивцу принести я мог? Как мне содеянное мной измерить? Я быстрой мысли торопил крыла, но мысль моя, размер моей потери, все ж охватить собою не могла. Нет края, нет конца перечислению грехов, в которых я повинен сам. Я чашу молодушья и сомнения, как чашу смерти подношу губам. Боль нестерпимая во мне таится, рождаясь я не в силах разродиться. Из стрелы в сердце мне вонзают яд, жар лихорадки почки мне сжигает, мои мучения печень разрывают, и желчь, скопившись в горло, подступает, мою гортань стенания теснят. Все члены тела, хоть они едины, друг с другом, словно смертные враги, меня губя вступают в поединок, о, пресвятая Дева, помоги! О, Матерь Божья, я твой раб презренный, я грешник, чьи сомнения велики, и все же я молю тебя смиренно, из тьмы грехов меня ты извлеки, Грегори, нарекаться.